Ну что, здравствуйте. Это снова Travel Apes. Привет. И мы уже в Санкт-Петербурге. И кто смотрел наши прошлые и позапрошлые видосики... И позапрошлые. Нет, тебя у нас еще не было. Какая громкая птица. Он помнит, что мы были вот именно в этом же номере и в прошлый номер, в позапрошлый номер. Нет, позапрошлый мы были не здесь. Мы были даже в этом же хостеле. Гестхаус. Вот, мы оставим внизу ссылку на него снова же, чтобы не рыскали по-старым. Он очень простой, очень бюджетный, очень... Не очень на самом деле. Нет, ну он окей. То есть комната нормальная. Чисто, все аккуратно, большая комната. Аккуратно здесь не очень, но чисто они сидят. То есть тут давно уже можно было бы сделать ремонт, но почему-то нет. Тетя милая. И главное, что всего 400 бат. Стоит 400 бат. Ну, опять же, мы снова в ней сезон приехали. И плюс этот... Ну, она вас знает. И плюс этот хостел он для таких, для вас, наяльцев, которые надолго остаются. То есть, имейте в виду. Если вдруг вам интересно, тут такие цены приличные. И от центра достаточно близко. И от вокзала близко, и от центра. Это посередине между центром и вокзалом. То есть такая хорошая удаленность. Вот. Мы сейчас пойдем гулять. Светимся с Ильдусом попозже. Вы помните Ильдуса. Вот я внизу снова же оставлю видео на интервью с ним. Он путешественник из великой грозной России, который проехал всю Россию и Китай. Китай ехал? Да, да. Куда только там не ехал. Куда только не ехал. Очень интересное интервью. Посмотрите, кому интересно, как путешествовать. И, в общем, все такое. А мы сдали сейчас еще бельишко. Сейчас узнаем, сколько будет стоить. Не знаю, сколько здесь будет стоить бельишко. Кстати, надо интересно узнать, да? Они обычно пишут, чем в Бангкоке. Да, но мы в Бангкоке видели по 30 бат, по 35 бат, а в нашем костеле было 60. Вот. И это немножко больно и неоправданно, я считаю. Вот. А еще мы сейчас попробуем отдать заказ. Для Милы, для нашей подружки. Она хотела себе кошелек. Может, вы кто помните, там вот видео внизу тоже будет. Ссылочка. Тут есть такая мануфактура, где они вручную делают изделия с кожи. Например, кошельки разные, прям под ваш заказ, под ваш дизайн. И видео мы по этому поводу сделали. Сейчас мы для нашей подруги Милы закажем кошелек. Ну, я надеюсь, что они работают. Потому что сегодня 1 мая. А 1 мая, вы сами понимаете, кто работает 1 мая. Никто не работает. Это день труда. Никто не работает 1 мая. И в Таиланде тоже это празднуют. Сейчас посмотрим. Я надеюсь, что будет открыто. Они такие очень самостоятельные, сами у себя работают. Поэтому, может быть, они с мужем работают, насколько я помню. Они похожи. Очень приятные люди, очень интересные. Она такая прям образованная, начитная, много про историю рассказывал Таиланда. Поэтому просто я вам рекомендую, мы сейчас покажем вам это место. Сходите, навестите и посмотрите обязательно предыдущее видео. Там, где мы заказывали некшелек. Очень здорово. Да, я оставлю тоже координаты внизу. Ну, и я надеюсь, что сейчас у нас получится. Так, смотрите, вот все открыто. Вадим уже пошел. Называется Deep Red Handmade Laser. Видите? Здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, спасибо. Всё, мы сдали... May I also have you in the background? She will be happy. That's cool! Very nice, cool! Thank you so much! Вот Deep Red, мы сдали... Thank you! Bye-bye! Have a nice day! You too! Bye! Сдали, в общем, мои кошелёчки. Вернее, один сдали, и два нам сделают. Вернее, нашей подруге. Один стоит... Сколько, Вадим? 16 евро получилось, да? Ага, вообще класс! Такая она милая, она так нравится. Очень приятная, да. Очень странный у него муж. Выглядит страшно стильно, он как такой индеец какой-то. Бородатый. Но каждый раз, когда мы приходим, он ничего не делает. Он сидит либо телевизор смотрит, либо музычку. Да, он просто красивенький, реально. Либо же он просто сидит и гихикает. Вот сегодня он просто сидел гихиков. Смотрит стену, смотрит на меня, такой гихает. Очень странный товарищ. Вот, но мы что узнали? У них есть Facebook. Я оставлю его тоже внизу. Кому интересно заказать. Она общается нормально на английском. То есть можно прислать, что вы хотите. Она вам пришлёт, что у неё есть, что у неё какие возможности. Она рисует тоже дизайны. То есть коммуникация нормальная. Она пришлёт вам тайской почты и всё нормально доходит. Она так работает уже годами. А по времени займёт чего? Четыре дня и она сделает там два таких кошелёчка. Я считаю это очень круто, дёшево и это... Ну у кого такого нет. Ну всё, мы зашли на Варарот. Здесь как-то очень страшно пахнет плохим Алиэкспрессом. Там где одежда какая-то, всё такое синтетическое, напахивает. Вот, но при этом всё равно... Сливы, по-моему, какие-то, да, местные. В чём мы не знаем, что это такое, но... Мы хотели купить мне тапочки, потому что я что-то натюрал ноги. Похоже на сливы. Сливы, я думаю. Вот, и входим в еду. А еда это даже лучше, чем ботинки на натертые ноги. Вот, кукуруза. Бананы, да, в кунжуте. Жареные бананы, жареная картошка. Всё, что вы хотели знать о тайской жареной картошке. Так, мне кажется, что это муж мула. Мила что-то нам рассказывала, что это маленький манго. Ну, это... Большой манго. Большой манго. Средний манго. Сейчас узнаем. Потому что если это... Ой, он тоже положил чуть-чуть побольше. Какой милах. Спасибо большое. Зашли покушать. Вадим уже что-то вкушает. Что у тебя там? Очень прикольный бульончик. Вкус какой-то с какими-то травами. Да, да, да. Может так оно и есть? Травами? Необычно, попробуй. В общем, я засёрбала и мне похоже на устричный соус. Он такой специфический, тоже кисловатенький. У Вадима там что, вонтан? Какие-то мясо-смесище. Он ещё купил дополнительное мясо на рынке. Мясоед. Скажите, пожалуйста. Купы какие-то. Вот. А здесь, видите, он здесь лежат в таких коробочках. Приборы столовые. Можно всякое разное, там, мапшикать себе там. Не знаю, что это такое, что это такое. А, сахар. Сахар всякий, видите, там, специи вон ещё лежат. Даже страшно, страшно даже пробовать всё это. Едем божественный манго. Сейчас сезон. Это лучший манго, который я когда-либо ел реально. При том, что Вадим достаточно спокойно относится к манго. А тут такое. Очень вкусно, да. Он такой свежий-свежий. И, ну, логично, что он свежий. Видите, это голубой. Не так, как у нас продаются красноватые. Вот. Очень прикольный. Почему голубой? В нем голубой. Вот это я уже совсем рехнулась. Жёлтый. Ха-ха. Перегрелась сегодня очень жарко в тенгумае. В общем, да, голубой манго. Может, он голубых кровей, конечно, я не знаю. Ха-ха. Ну, вы поняли. Вот. Мы ещё купили вот петахаю. В народе. Ой, это мусорная. Это, в общем, наши салфетки. Не подумайте плохо. Это дрэгонфрут. Дрэгонфрут. Это вот эти апельсинки мы купили. И это, я думала, мушмула. А это нет. Я не знаю, что это такое. Наверное, это Мила была права. Это какой-то мини-манго. Ну, он такой прикольный. Очень-очень твёрдая, кислая шкурка. А внутри очень сладкий. И такая косточка, как у манго. Может, реально какой-то мини-манго с кем-то скрещенный. Вадим очень напрягся. Видимо, уже против кушатки. Может, вкусненько будет. И он такой, не сдаёт позиции. Только, типа, не так я тебя и хочу. Голубой манго. Наше путешествие по Чангмая продолжается. Лиса нашла вот такое вот интересное место в Чангмая. Кафешка. Такое, типа, органическое. С кофейком. Или она неорганическая? Окей. Фармстория. Фармстория называется. Видите, очень милое место. Мне нравится очень здесь. Вот эти вот сидушки. Тут, кстати говоря. Махальдус. Фанатам. Такие вот милые столики. Класс. Здесь они здесь делают ещё молоко можно купить. Органическое сами варят. Ну и вот так вот выглядят там эти посуда прикольно. Здесь нормальные, кстати, цены. Баренька пролистаю. Вегетарианская какая-то вкусняшка. О, вот это прикольно. Халафель. Карибус чикен. Это попробую. Вот где ты ещё халафель поел, да, в этом, как не в Таиланде? Большой, кстати, большой выбор вегетарианских штучек. А ещё мне нравится смотреть салат из чайных ягодиц, несколько листьев. Почему ягодиц? Откуда это вообще? Чайные листья это берманские, зачастую. Берманцы едят чайные листья вообще. Правда? Прикольно. Кого? Чайные листья. Чайные ягодицы. Они типа маринованных чайных листьев. Ага. Это что-то вкусненькое. Да. Это очень вкусно. Да. Короче, в принципе, с твоим профилем тебе очень реально эти германии работают, в любом случае. Да, сделайте нам для красоты еду. Мы, короче, забыли снять. Вот. Это наши остатки роскоши уже. Забрали тарелки. А это что у Вадима? У тебя здесь белый кофе. А ты мне что-то сказал? Ну, неадекват, неадекват. Я у него спрашиваю, он мне отвечает, а потом оказывается. А что ты сказал? Надо у него так денег брать. Короче. Это white coffee. Ой, немецкий. Тайский мягкий кофе с молоком. А у меня мачо. Ну, собственно. Кто бы сомневался. Кроме прочего, здесь можно купить всякие такие штучки, смотрите. Немножко темновато. Здесь всякие вкусняшки, смотрите, они готовят. Там все органическое. С риса вкусняшки. Это конкретно рис, видите. Я оставлю вам ссылку на их Facebook-канал. Можете посмотреть, что у них там есть. Вот за 80 бат можно купить такой, я даже не знаю, как это сказать. Ну, вот. Очиститель волос. Наверное, какой-то типа кондиционера, что ли. Интересно, вот. Крем для рук они делают. И кофточку можно купить. Вот, кстати, у них там сезон слив в Таиланде. А вот смотрите, как выглядит кофе. Видите, как белый светлый. Очень прикольно. Ну, вот. В игры можно поиграть прикольные настолки всякие. И книжки. Настолка, по-моему, только одна. Да, вот книжки там всякие. Орегами. Кинфолк. Прикол. Все, мы вернулись уже в номер. Мы встречались с Эльдусом, потусили, поели. И, смотрите, вот уже нам постирали бельишко. Сейчас как раз дождь начался. Хорошо успела она высушить. Смотрите, 80 бат. И было... Белье оставляют внизу. И там весы. И на весах было 2 килограмма. То есть, ну, 40 бат стоит килограмм. Без того, чтобы гладить. То есть, это просто сушка, да. Вот. А на этом мы заканчиваем сегодняшний носок. Да. Сегодня был маленький, но удаленький. Да. Вкусненький. И мы сегодня наконец-то отоспимся. Сегодня пятый день нашего пребывания в Таиланде. А мы, вроде бы, на работе. Какое-то вот такое вот состояние. Быстрее, быстрее, быстрее все поповидать. Всех с вами встретиться. В общем, да. Сегодня будем спать. Сегодня будем спать, ребятки. Ладно. Оставайтесь с нами. Следите за нами. Путешествуйте. Любите друг друга. В общем, ставьте лайки. Подписывайтесь на нас. Все такое. Давайте нам советы какие-то полезные. Хорошие. Задавайте вопросы. И, если вдруг хотите какой-то прямой эфир, тоже об этом пишите. В принципе, задайте вопросы. А мы посмотрим, если это собирается большое количество. Мы сделаем прямой эфир еще раз. Все. До новых встреч. Пока. Пока.